Такое вот высоченное здание. Я его уже когда-то снимала. Это мэрия города Шеффилд. Холодно сегодня. Градуса два. Вокруг англичане между собой переговариваются. Там один другого спрашивает, как дела? Он говорит, холодно. Говорит, ну да, холодно. А что кроме этого? Он говорит, ну так все нормально. Уже какой раз слышала такие разговоры. В автобусе сейчас ехали. Один. Про погоду второй. Вообще англичан очень принято говорить о погоде. Улицы пустые, потому что сегодня банк-холидей. Банк-холидей это такой, как выходной день. Четыре дня в году. То есть четыре банк-холидей в год. По одному дню. И он всегда выпадает на понедельник. То есть четыре понедельника в году выходной у всех. Поэтому народу очень мало в городе. Мы решили, чтобы дома не сидеть. Решили проехаться в город Шеффилд. Хотели в парк пойти, но парк далеко и уже немножко темнеет. Поэтому не пойдем. Зайдем в наш знаменитый Миллениум. Который я тоже уже снимала. Там поиграем, побегаем. Ну, в смысле дети побегают, поиграют. Мы не упадем в воду. Здесь вода вон. Откуда она течет? Здесь летом все на травке отдыхают. А сейчас зима, холодно. У меня годоваловая дочка стала говорить, ты куда? Я думаю, что за ты куда? Откуда она это взяла? Потом поняла. Она когда куда-нибудь лезет, на подоконник залазит. Она через диван. На диван она залазит. Под стол к собакам пытается их достать. Я ей всегда говорю, ты куда? Ты куда пошла? Ты куда? И она это выучила. И теперь знает, что такое ты куда. Ходит просто и повторяет. Ты куда? Ты куда? Вот эти цветочки. Не знаю уж, как они называются. Но они растут в Израиле везде. Большие-большие кусты такие. Вот у них ягодки такие еще получаются. И на этих цветочках в детстве как-то я нашла такую маленькую гусеничку. Зеленую. Посадила ее в банку. Стала ей давать вот эти вот растения. Потому что я на этом растении нашла эту гусеницу. И она превратилась в большую толстую гусеницу. Которая потом закопалась в банке. Я сделала ей толстый слой земли. И она там закопалась. Сделалась куколкой. В общем, оказалось, что это бражник. Ночной бражник. Занесенный в Красную книгу. Вот такую интересную гусеницу я нашла на вот таком вот растении. Такой здесь сказочный домик. С эльфами. Там бабочки большие. А вот там банановые пальмы. Ну, может быть, это не банановые, а псевдобанановые. То есть на них не образовываются бананы. А вот это, по-моему, лимонное дерево. Ну-ка, что здесь написано? Цитрус. Да, точно, цитрусовое. Ну, может, не лимоны, может, апельсины. Но цитрусовое. У меня дома цитрусовое дерево лимонное, которое я вырастила из семечки. Лимон взяла, хорошую семечку посадила. Вот он у меня уже растет лет семь. Не, не семь. Лет пять. Что там, Агафия? Вот эти кустики маленькие, это бамбук. Маленькие такие заросли бамбука. А вверху вот здесь уже большой бамбук. Высоченный. Здесь так красиво вечером. Я никогда здесь не была вечером. Всегда днем. Летом здесь хорошо. Здесь такое яркое солнце. Кстати, эта теплица, вот эта, миллениум, это называется Winter Garden. Зимний сад. Он был открыт ее величеством королевы. Английской королевой. В 2003 году. По-моему, в мае. В мае 2003 года. Здесь вот стоят люди, как бы они не охранники, но наблюдают, что все было хорошо. Вот здесь вот эта гостиница, кафе, ресторан-гостиница. Здесь же музей. Кстати, все вот такие вот места, как вот этот вот миллениум, зимний сад, как парки, какие-то детские площадки, музеи многие. Они все были построены на деньги. Есть такой лотерейный фонд в Англии. То есть человек, когда выигрывает лотерею, он, если я не ошибаюсь, по-моему, 30% он отдает из своего выигрыша, отдает в этот фонд. Как бы государство отдает налог. В Англии вообще налог 30% на свою зарплату. То есть ты получаешь зарплату, забираешь у нее 30% и можешь вычитать, сколько ты получишь чистыми. Вон здесь кофеюшка. И вот все эти места такие, они построены на деньги этого фонда. С одной стороны много, 30% забирают налогов. А с другой стороны строят всякие вот такие вот вещи. То есть есть фонд, в котором есть деньги. И государство, получается, строит что-то для людей. Для тех, у которых он забирает налоги как раз. Такие вот две араукарии высоченные. Я даже не знаю, сколько они метров. Но очень высокие деревья. Вообще на улице сегодня холодно, градуса 2. А здесь комфортно, так тепло. Не знаю, сколько, но тепло здесь. Не холодно. Интересно, я что-то увидела. Один вот бамбук черный, надеюсь, видно. А другой белый. Это разные виды, что ли? То есть они по толщине одинаковые. То есть возраст у них одинаковый. Но один черный, и другой белый. Наверное, сорт разный. А, и в загородке это тоже из бамбука. Такие вот бамбуковые трубочки. А здесь мир папоротников. Такие вот папоротники. Люди сюда приходят вечером погулять, потому что здесь тепло. пофотографироваться. Тоже какое-то интересное растение. Мелкими какими-то. То ли... То ли... Нет, они колючки, но и не листочки. Непонятно, что это такое. Наступает на огоньки. Что там, Агафья? Огонек, да? Огонек? Наступай на него ножкой. Наступай. Ножкой наступай. Наступай ножкой. О, какой огонек красивый. Агафья. Ой, Миша наступил. Только ты его не трогай. Наверное, горячий. Горячо. Сюда. 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 Сюда.